Научно-практическая конференция по введению профстандартов является пилотным проектом. Он предполагает повышение качества образования во всех уровнях, начиная от дошкольного и общего до дополнительного. Для этого проведен анализ состояния дел, далее планируется работа по обучению педагогов. Разработчиками проекта являются Министерство образования Республики, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмулы и администрация города Кумертау. Для ознакомления с программой модернизации системы образования приехали педагоги из разных городов и районов Республики. В течение двух дней их ожидают тренинги и обучающие семинары. Надеемся на плодотворную работу. Как кардинатор летнего отдыха хочется услышать сегодня в рамках конференции новые предложения, формы работы по оздоровлению детей в период летних каникул. Нуждается Республика в таких мероприятиях, потому что мы находимся как раз в век модернизации образования. Я думаю, что каждый участник этого мероприятия везет с собой какие-то новые идеи. Гостей уже перед началом пленарной части в фойе Центра детского творчества ждали первой экспозиции с передовыми технологиями. В детском саду номер 14 «Ромашка» подобные новинки уже начали использовать в работе. Так что образовательный семинар и представленные выставки педагогов учреждения заинтересовали. С подобными технологиями мы знакомы. Даже приобрели уже в детском саду на выигранный грант доску интерактивную, программу для нее. Вот сейчас хотим расширить ассортимент, расширить для того, чтобы интерес детей поддерживать, для того, чтобы развивать детей, чтобы наши дети пришли подготовленные в школу на 100%. Открытие форума состоялось при участии педагогических работников Республики, депутатов Совета, почетных гостей. Участников конференции и соорганизаторов поприветствовал глава администрации городского округа Борис Беляев. Дорогие друзья, прежде всего, позвольте мне выразить искренние слова благодарности команде Башкирского государственного педагогического университета во главе с Равиль Мирвайчем Асадулиным за принятое решение открыть первую пилотную площадку именно в Комертал. За уже проведенную большую работу и выразить уверенность, что наше сотрудничество будет постоянным, очень успешным. За реализацию совместного проекта Борис Владимирович вручил благодарственное письмо ректору БГПУ Раилю Асадулину. В работе конференции принял участие депутат Госдумы Российской Федерации Зарев Байгускаров. Он говорил о роли учителя вчера и сегодня, ведь от работников этой профессии, от того, как они подготовят подрастающие поколения, во многом зависит будущее страны. Также он подчеркнул, что всегда будет стараться поддерживать систему образования во всех вопросах. Я считаю, что нужно поднимать престиж профессии учителя, потому что, еще раз повторюсь, возможно, что это очень важно, потому что, как бы это, может быть, высокобарным словом это не было, это дети, это наше будущее. В Министерстве образования Республики выражают надежду на то, что подобные обучающие площадки заработают и в других городах и районах Башкортостана. Я очень рада и хочу от имени Министерства образования поблагодарить администрацию города Кумертау, Башкирский педагогический университет Раэль Мирвайович и вас с тем, что именно в городе Кумертау вы открыли данную конференцию. Поэтому это первая конференция подобного варианта. Я думаю, что все остальные у нас городские округа, муниципалитеты потом возьмут пример. В ходе пленарной части организаторы ознакомили с основными направлениями работы. Затем в рамках конференции состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Башкирского государственного педагогического университета и администрации городского округа город Кумертал. В интервью нашему телеканалу ректор БГПУ Раэль Асадулин отметил, что договор принят как минимум на пять лет. Суть реализуемого проекта в том, что здесь не будет указаний сверху. Развитие должно исходить изнутри, отметил он. Модернизация системы образования требует и новый статус муниципалитета. Я хочу воспользоваться предоставленной возможностью поздравить Кумертау с достижением того, что они стали территорией опережающего развития. Естественно, что это экономический проект и социальный проект, но решить эту проблему без свежих мозгов, свежего подхода к решению проблемы, наверное, невозможно. Поэтому мы сегодня вместе с системой образования города Кумертау должны модернизировать систему образования, чтобы она отвечала вызовам опережающей экономики, опережающего производства. Живой интерес у гостей вызвали представленные выставки с обучающими технологиями. Надо отметить, что в ЦДТ в скором времени планируют запустить детский технопарк с подобным оборудованием. Продолжение следует...